Глуповажаемые коллеги, ну, во-первых, глуповажаемые президиумы, глуповажаемые коллеги, я хотел бы, во-первых, поблагодарить за возможность поделиться нашим опытом использования высокодозной брахитерапии у больных сарковыми мягких тканей. С другой стороны, честно говоря, я даже в каком-то смысле как отчёт это воспринимаю перед теми людьми, которые сидят в этом зале, потому что это работа, которую мы делали вместе, и несмотря на то, что больных относительно немного было, которые прошли этот метод лечения, но он дал нам огромную пищу для размышлений и огромный материал для того, чтобы подумать о том, куда двигаться дальше. Вот как раз, наверное, об этом бы мне и хотелось поговорить, потому что некоторые принципиальные моменты, которые стали для нас ясны в процессе этой работы, они, конечно, могут быть очень интересны в будущем. Вообще, в принципе, основные цели, которые мы преследовали при проведении высокодозной брахитерапии, и скажу сразу же, что это, конечно, были больные с рецидивами, это были больные, с которыми непонятно было вообще, как дальше поступать, по стоку, по скоку. Это уже были не первые рецидивы, большие по объёму, и многие из них вообще, у них перспектив хирургического лечения практически не было, за исключением количеств операций. И основные задачи, которые перед нами стояли, первая, безусловно, это по возможности уменьшить объём рецидивного очага, для того, чтобы отказаться от количеств операций. С другой стороны, мы надеялись на то, что лучевая терапия, даже в предоперационном режиме, она сможет всё-таки снизить риск рецидивов уже, которые возникали после операции, как правило, у этих больных неоднократно. Ну и, конечно, одна из важнейших задач было снижение радиационной нагрузки на окружающие нормальные ткани, поскольку зачастую просто без снижения этой нагрузки невозможно было выполнять лучевую терапию, так как дозы использовались достаточно высокие. Плюс ко всему, в некоторых ситуациях мы планировали сочетать предоперационную лучевую терапию с послеоперационной лучевой терапией. Вот это, наверное, одно из тех размышлений, наиболее важных, о которых я потом ещё чуть больше поговорю в ходе своего доклада. Безусловно, у нас было очень много сомнений, безусловно, тут было очень много нюансов, которые не позволяли нам так вот однозначно окунуться в мир высокодозной брахиотерапии у больных в предоперационном периоде, в предоперационном режиме. В первую очередь, конечно, мы опасались послеоперационных осложнений. Известно, что высокодозная брахиотерапия, когда она проводится в предоперационном режиме, так же, как и дистанционная лучевая терапия, она увеличивает риск послеоперационных осложнений, которые иногда бывают очень серьёзными, очень тяжёлыми, вплоть до таких, которые требуют ампутации. С другой стороны, у нас, в общем, мы довольно сдержанно относились к использованию этого метода поначалу, потому что были некоторые данные, которые показывали, что использование лучевой терапии в предоперационном периоде в конечном счёте не увеличивает ни показатели безрецидивной выживаемости и, самое главное, не улучшают косметический эффект хирургических вмешательств, поскольку серьёзные осложнения в некоторых ситуациях требуют повторных оперативных вмешательств, которые иногда заканчиваются ампутациями. Это тоже, в общем, нас останавливало, но, естественно, проведение лучевой терапии оставляет уже небольшой резерв для послеоперационной лучевой терапии, что тоже чрезвычайно важно. Ну и, наконец, введение игл всё-таки как и никак этого микротравма, которая, с нашей точки зрения, могла повлечь за собой вольно или невольно диссеминацию процесса, это тоже, в общем, было тем моментом, который нас немножко останавливал. Именно по этой причине те больные, у которых мы использовали этот метод, это были больные, как правило, со вторым, третьим и более рецидивами, то есть это были далеко не первичные больные с огромными новообразованиями. И в процессе этого исследования мы ещё параллельно изучали возможности однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии, АФКТ-исследования с препаратом технетрил, потому что у нас очень хороший, очень позитивный опыт был получен у женщин с заболеваниями молочной железы, страдающих от рака молочной железы. И мы подумали, что вполне возможно, этот метаболический агент, он может активно накапливаться и в новообразованиях мягких тканей. Надо сказать, что в этом смысле слова мы не ошиблись, поскольку мы действительно наблюдали очень активное накопление технетрила в новообразованиях мягких тканей, и в определённой степени мы использовали исследования с технетрилом как своеобразной такой, с одной стороны, возможность кортирования опухоли, то есть мы могли идентифицировать те участки опухоли, которые обладали наиболее большой, наиболее интенсивной метаболической активностью, которые нуждались в первую очередь в каком-то воздействии, в том числе и лучевом, и в предоперационном режиме. С другой стороны, это давало нам, возможно, вот один из тех примеров, вы видите это новообразование, у которого очень неравномерное накопление препаратов, вы видите участки гипофиксации, поперифедии гипофиксации. Понятно, что там, где мы видим гипофиксацию, это те области, которые наиболее метаболически активны, и те области, которые наиболее опасны с точки зрения дальнейшего рецидивирования. Они требуют очень тщательного отношения к себе при планировании лучевой терапии. С другой стороны, вот эти зоны гипофиксации, их однозначно толковать тоже довольно сложно, потому что это могут быть просто области с пониженным кровотоком, содержащие жизнеспособные... Плохо говорили? Подальше. Здесь, наверное, ничего. Здорово. Содержащие жизнеспособные опухолевые элементы, но они могут быть в том числе гипоксичными. То есть это та опухоль, которая требует подведения наиболее высоких доз. В принципе, для нас было понять вообще, существует ли какая-то гетерогенность, и дальше уже изучать вообще, каким образом эта гетерогенность может повлиять на результаты. То, что гетерогенность есть, мы уже знаем. Как дальше с ней поступать, это на сегодняшний день сказать однозначно, ответить на этот вопрос мы не можем, но, по крайней мере, мы можем сказать, что вот такие любопытные данные при метаболической визуализации опухоли мы получили. Кроме того, проведение АФЭК-КТ-исследований позволяло нам мониторировать ответ опухоли на лечение. Почему это важно? Потому что, с одной стороны, это дает возможность определиться, когда же все-таки переходить к хирургическому этапу лечения этого, во-первых. И, с другой стороны, при проведении хирургического этапа, если мы где-то видели метаболически активные остаточные очаги опухоли, то мы могли сказать хирургам, что вот эта область, это та область, где наиболее высокий риск рецидива. Это чрезвычайно важно. Ну и, кроме того, мы могли оценить свою работу, что тоже для нас важно, потому что эта обратная связь позволяла развиваться дальше. И вы видите, вот это любопытный тоже пример. Эти изображения вы еще один раз увидите, потому что эта женщина вообще такая, ну, для демонстрации очень яркая, с новообразованием стопы, мягкотканным, злокачественной саркомы стопы. Третий рецидив уже ее оперировали в разных местах. Вот она к нам пришла. Мы проводили предоперационную лучевую терапию. Вы видите, в общем, в конце лечения, через примерно полтора месяца, вы видите, что везде практически препарат, по сути дела, не накапливается. Это фоновые величины накопления. Но вот есть небольшой участок, где мы видим интенсивное поглощение технетрила. И это, конечно, оставшаяся опухолевая ткань. И мы, безусловно, предупреждали хирургов, что вот в этой области, вот здесь, мы можем ее очень точно анатомически локализовать, потому что это гибридное изображение. Здесь нужно быть очень осторожным, аккуратным, потому что здесь активная опухолевая ткань, которую мы победить, к сожалению, с помощью высокодозной бракетерапии не смогли. Но надо сказать, что эта информация у хирурга была очень позитивно использована. Эта больная до сих пор находится в ремиссии. Но мы еще о ней поговорим чуть позже. Вот это общие этапы процедуры. Вы видите сначала изображение для того, чтобы спланировать, что же мы будем облучать и как мы будем облучать. Потом иногда это была спинномозговая анестезия, иногда это была проводниковая анестезия. После этого введение игл под КТ-контролем, планирование лучевой терапии. Ну и уже вот это вы видите. Здесь большущая, огромная опухоль. Надо сказать, что для нас этот опыт был еще важен. Почему? Потому что мы смогли на собственном опыте убедиться, что высокодозная бракетерапия может использоваться у пациентов с большим объемом злокачественных новообразований. Поскольку долгое время считалось, что все-таки бракетерапевтические методы они должны использоваться только уже тогда, когда сама опухоль очень небольшая, очень компактная. Ну и наконец уже сама процедура. Вот это вот тоже определенный очень важный этап, предварительное планирование. Это женщина, о которой уже мы говорили некоторое время назад. Женщина с новообразованием рецидивом саркома мягких тканей в стопе. Вы видите это само новообразование. И, конечно, когда вы видите эту картину еще до того, как вы начали высокодозную бракетерапию, вы уже можете сориентироваться, откуда и как вы будете вводить иглы, и каким образом вы должны их установить, чтобы получить нормальное, хорошее дозное распределение. Здесь это еще очень важно, потому что очень много вокруг критических структур, которые нельзя переоблучить, иначе будут осложнения. Но это уже вот так, как выглядит конечный план. Это уже план, который мы составляли после того, как ввели иглы. И вот это картинки, которые вы видели, то, что получилось. Вот видите, вот небольшой резидуальный очаг, который убрали хирургически. Интересно, что при исследовании оперативного материала действительно оказалось, что как раз жизнеспособная опухоль находится там, где мы и предполагали, там, где было активное накопление технетрила. Это единичные наблюдения, но они дают нам возможность очень большую и богатую пищу для ума, потому что мы понимаем теперь, что действительно это интересный метод визуализации, который может использоваться для оценки эффективности лучевой терапии, и, наверное, он может быть использован для оценки эффективности неодювантной химиотерапии, если таковая будет проводиться у этих больных. Ну, вот это еще один пример. С другой стороны, у нас были и негативные, был негативный опыт, когда вот, например, женщина с довольно большим новообразованием, тоже рецидивная опухоль. Вы видите, мы провели высокодозную брахитерапию, и динамически практически ничего не меняется. То есть опухоль, по сути дела, не отреагировала на проводимую лучевую терапию. К сожалению, такое тоже встречается, но лучше об этом знать перед проведением оперативного вмешательства, для того, чтобы уже, соответственно, планировать объемы. По-моему, у этой женщины все закончилось ампутацией, если не ошибаюсь. И последний пример, чрезвычайно интересный, огромная опухоль, которая располагалась в тазу, она была практически несмещаемая, и попытка, здесь основная идея высокодозной брахитерапии заключалась в том, чтобы попытаться уменьшить ее размеры. Надо сказать, что надежды у нас было не очень много, потому что, вы видите, здесь огромная зона гипофиксации технетрила, то есть это, скорее всего, некроз или какая-то область с очень сниженным кровотоком. Но мы провели, и сама опухоль была огромная, мы провели высокодозную брахитерапию. По счастью, опухоль подсела, ее стало возможно удалить хирургически, но во время хирургического вмешательства, мы когда планировали высокодозную брахитерапию, мы очень тщательно следили за нагрузкой на нормальные ткани, прилежащие, потому что мы предполагали, что если все-таки удастся выполнить оперативное лечение, то встанет вопрос о послеоперационной лучевой терапии. Ну и когда опухоль удалили, то вот здесь было подрастание к крестцу, и стало понятно, что без послеоперационной лучевой терапии обойти здесь невозможно. По счастью, при планировании высокодозной брахитерапии, мы дозу сюда подвели такую, чтобы она не препятствовала проведению послеоперационного лечения, и этой женщине было выполнено, вот это то, что было на операции, вы видите, почти везде некрозы, огромная некротизированная опухоль, и мы провели послеоперационную лучевую терапию в полной тумороцидной дозе, и благословение небес, эта женщина до сих пор находится в состоянии ремиссии, хотя, честно говоря, я не сомневался, что она даст довольно быстрый рецидив, но вот это обнадеживающий очень опыт, пусть небольшой, но тем не менее. Если говорить, если делать заключение, то, наверное, серьезного заключения на основе этого небольшого материала, а это, по-моему, 10 или 11 человек, сейчас я вот точно не скажу, тут самое главное даже не в этом. Самое главное заключается в том, что действительно, во-первых, мы, наверное, можем рассматривать различные варианты сочетания предоперационной и послеоперационной лучевой терапии у больных с сарковыми мягких тканей, в том числе с рецидивами сарковыми мягких тканей. И, наверное, в этом направлении можно много думать. Не обязательно это будет сочетание дистанционной лучевой терапии с высокодозной брахитерапией. Здесь есть другие варианты, например, стереотоксическая лучевая терапия. Но сам факт того, что мы можем об этом думать, очень важен. С другой стороны, мы теперь понимаем, что у нас есть метаболические, достаточно простые, недорогие, доступные методы, которые дают нам возможность оценить эффект проводимой лучевой терапии и тоже корректировать свою лечебную тактику, что тоже чрезвычайно важно. Ну и третье, мы убедились в том, что у этой очень тяжелой группы больных, а это все больные уже с не первым рецидивом, можно достигать стойкого локального контроля при эффективном и творческом соединении нескольких методов лечения, что тоже очень обнадеживает и, конечно, дает нам импульс для того, чтобы мы продолжали двигаться в этом направлении. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, Виталий Ильич. Спасибо большое за доклад. Но все же, немножко конкретики, с учетом того, что тут много онкологов молодых, кого именно на эту методику нужно отправлять? А с кем вообще даже не стоит терять времени записывать к радиологу и проводить? Ну, можно я отвечу на этот вопрос таким образом? Если у вас есть первичные больные с саркомами мягких тканей, то я бы советовал перед проведением хирургического этапа лечения обсудить этих больных с радиологом. Это первое, тот совет, который я могу дать. И у нас так, как правило, это и происходит, по счастью, сейчас. Второе, если у вас есть пациенты с рецидивами с саркомами мягких тканей, то тем более я бы советовал обсуждать этих больных с радиологами. И дальше уже на мультидисциплинарной комиссии решать, что с ними делать. Потому что дать однозначного совета – это очень тяжелая категория больных. Их вообще, в принципе, лечить тяжело. Особенно больных с рецидивами с саркомами мягких тканей. Поэтому вот так вот однозначно сказать, что вот этому нужно проводить, этому не нужно проводить. Нужно смотреть локализацию, объем, топографию. Там подрастает, не подрастает. То есть, вот это каждый раз огромная, большущая проблема. Например, сейчас у нас было несколько последних больных, которые были с рецидивами с сарком, с большими образованиями. И они приходили для того, чтобы мы решили вопрос о проведении высокодозной брахиотерапии. Но локализация и взаимная топография нормальных тканей, прилежащих к самой опухоли, подвигнула нас к тому, что мы выбирали варианты дистанционной лучевой терапии. Правда, с очень тщательным и очень высоким градиентом подведения дозы. По сути дела, это эквивалент стереотоксической лучевой терапии, гипофракционированное облучение с очень большим градиентом подведения дозы. Но если это небольшие образования в сложном анатомическом окружении, конечно, высокодозная брахиотерапия позволяет манипулировать вам дозой гораздо лучше, чем что бы то ни было другое, с нашей точки зрения. Потому что мы используем, мы делаем стереотоксис, мы делаем высокодозную брахиотерапию, но все-таки возможности высокодозной брахиотерапии с точки зрения подведения дозы с высоким градиентом, они, на мой взгляд, чуть больше, чем даже у стереотоксической лучевой терапии. Спасибо. А вот еще правильно ли я скажу, может быть, меня тут Георгий Иванович даже поправит, то есть это чувство хирурга при недостижении операции при Р0, то есть вот эта красная линия резекция при отсутствии Р0, это будут показания все-таки при рецидивных опухолях и отправлении на брахиотерапию или нет? Нет, конечно. Ведь мы же, если прооперили пациенты, получили Р1, то есть позитивный край ТСМ, тогда это вопрос о дистанционной лучевой терапии. Нет, Георгий Иванович, я имел в виду, что вот есть рецидив заболевания, и как хирург я оценивал, что я не достигну Р0, то есть я вижу, что опухоль несмещаемый, опухоль приближит к артикальному слою, например, бедренной кости, и в данном случае я понимаю, что мне нужно чем-то скомбинировать свое хирургическое лечение, ну, предоперационно. Вот это будет посыл для направления на брахиотерапию или нет? Можно я отвечу тоже немножечко витиеватом, не в лоб, что называется? Но по одной единственной причине. Практически все больные, которые вошли в это исследование, это были пациенты, у которых стоял вопрос об ампутации или о количественных операциях. Потому что без такого рода вмешательств провести радикальную операцию Р0 было затруднительно. Вот есть этот ответ, то он такой, какой был. То есть тогда, когда объем опухоли вызывает сомнение в возможности проведения органосохраняющего лечения, мы выполняли высокодозную брахиотерапию для того, чтобы попытаться создать для хирурга более благоприятные технические условия для проведения операции. То есть попытка сохранения конечности, да? Потому что ампутация – это тоже Р0. Потому что вы видели, там была огромная опухоль таза, там была нога. Ну, чаще всего, конечно, это попытка сохранить конечность. Спасибо. Спасибо, Светлана Анатольевна. Пожалуйста. Сергей Николаевич, спасибо большое за интересный такой доклад. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что ваш метод лечения может использоваться вне зависимости от гистологического типа опухоли? Есть эти опухоли, которые малочувствительны. К цитостатикам практически нет, да? Например, хондросаркомы. А при вашем методе можно использовать при каждой гистологической форме? Мне даже неловко, ощущение такое, что я не даю прямых ответов. Но я отвечу на этот вопрос, постараюсь максимально прямо. Дело в том, что выполнение лучевой терапии гипофракционированной, то есть с большой фракцией, вот когда мы облучаем за одну фракцию, даём большую дозу. Это стереотаксис, это некоторые варианты высокодозной брахиотерапии, они позволяют действительно некоторые новообразования резистентной к лучевой терапии успешно контролируясь с помощью облучения. И в этом смысле слова высокодозная брахиотерапия является одним из таких вариантов. И действительно мы можем в некоторых ситуациях дать, например, при стереотаксисе мы даём, к примеру, на меланому 20 грей за одну фракцию, иногда даже больше, и достигаем уничтожению опухоли. Также и здесь, если мы даём высокую хондросаркома, мы даём 8, 9, 10 грей за фракцию. И таких фракций мы даём обычно при проведении цикодозной брахиотерапии примерно 3 штуки. В этой ситуации, конечно, есть шанс на то, что мы сможем достигнуть серьёзного повреждения опухоли. Хорошо. Ещё такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда на конечностях опухоли находится, это одна ситуация. А когда забрюшинные саркомы, липосаркомы, рецидивирующие, как вы смотрите на использование вашего метода? Если это забрюшинная опухоль, наверное, я бы предпочёл, если бы попал ко мне такой больной, я бы предпочёл использовать дистанционную лучевую терапию стереотаксиса с очень точным подведением дозы за несколько фракций. Если она была бы легко доступна, тут вопрос только в одном. Для того, чтобы провести высокодозную брахиотерапию, нужно ввести в опухоль иглы. Если мы можем безопасно, технически легко ввести иглы в опухоль, то мы, конечно, отдадим предпочтение, вероятнее всего, высокодозной брахиотерапии. Если у нас возникнут какие-то сомнения в том, что мы можем ввести это безопасно, или, например, стабильность положения игл может быть нарушена, то тогда мы отдадим предпочтение, наверное, всё-таки наружному облучению. Но, опять же, динамическими арками. То есть в этом отношении, в чём привлекательно наличие такого большого арсенала методов лучевой терапии в одном учреждении, что мы можем выбрать под каждого больного тот вариант облучения, который будет оптимальным. Но идеология облучения будет та, о которой я говорил. Очень высокая доза за фракцию, несколько фракций. Особенно резистентная опухоль, если это. Хорошо, спасибо. И тогда несколько слов об осложнениях. Вы так это витиватор сказали. С какими осложнениями вы встречались, и какие осложнения представляют угрозу для пациента, для его жизни, для его качества жизни? У нас вот были два больных, я точно знаю. Мне кажется, что, по-моему, был даже и третий, у которых мы столкнулись с очень плохим заживлением раны после проведения высокодозной брахиттерапии и хирургического лечения, потому что, как минимум у одного из них это потребовало дальнейшей ампутации. Они могут быть серьёзными. Это то, с чем мы встретились, но это зависит от того, конечно, как планируется лучевая терапия, какой объём первичной опухоли и насколько вы вынуждены облучать прилежащие нормальные ткани. Так, и ещё вопрос. Скажите, пожалуйста, возрастной ценз имеет значение, дети, пожилые? Имеет значение возможность провести обезболивание. Если анестезиологи берут, то, в принципе, возможности тогда широкие. И сколько времени процедура сама занимает? Ну, зависит от того, где расположена опухоль. И я отвечу прямо на этот вопрос. В зависимости от того, где расположена опухоль, и в зависимости от того, сколько игл мы должны поставить. Ну, примерно от... Само введение игл занимает от 15-20 до 45 минут, до часа. Ну, сама процедура уже там, это уже такие моменты технические. Но иногда у нас были некоторые больные, у которых мы практичили, сеанс лучевой терапии длился почти час. Когда уже источник слабый, там уже распавшийся, и объём большой, игл много. Поэтому это занимает время. Ну, так, примерно. Иногда бывает... Где-то в среднем это 20-25 минут сам сеанс облучения, и примерно, наверное, час введения иглок. И сеансов максимально? Один сеанс, да? Сколько сеансов? Максимально. Минимум мы проводили 3, а максимум 4. То есть, режим фракционирования, он уже выбирается в зависимости от биологии опухоли. В принципе, этот метод, который может, например, при раке молочной железы при парциальном облучении, подводится 10 сеансов. Но там идеология та же самая. Вы вводите иголки, а дальше вы можете уже через каждые 6 часов подводить сеанс облучения. Если это быстрорастущие опухоли, например, то здесь, наоборот, гипофракционирование предпочтительнее. Спасибо. Слава Анатольевна, у меня вот ещё маленький вопрос. Георгий Ильич, извините. Да, да, пожалуйста. Слава Анатольевна, а вот у вас есть какой-то совместный с Сергеем Николаевичем опыт проведения в комбинации химиотерапии и брахиотерапии, вот что-то, такие вещи. Я не знаю, Сергей Николаевич включал или не включал сюда вот пациентов, 11 сказали, да, у нас были однозначно с Георгием Ильичем пациенты, которые получали предоперационную неодевантную химиотерапию, лучевую терапию. Нужно просто посмотреть результаты, я думаю, что нужно просто их соединить. Ну вот какие ощущения так вот, что-то такое вот? Ну здесь акценты мы на этом не делали. Мы здесь акценты, да, я помню, что мы на этом не делали, но дело в том, что неодевантное лечение, однозначно, здесь смысл такой, что мы получаем результат чувствительности, определяем чувствительность опухоли к тому или иному методу, что облегчает потом возможности нам думать, планировать дальнейшее лечение послеоперационное уже. Второй вопрос – это возможности оперативного пособия. Облегчает, не облегчает хирургам? Здесь уже вопрос к ним, но, как правило, первое ощущение, что здесь результаты есть позитивные. Но заживление, вот несколько было результатов, и Сергей Николаевич сказал, что, к сожалению, репаративные процессы были замедлены после операции. Это, конечно, еще только начало, поэтому я думаю, что работа будет продолжена. Но это интересное направление, которое заслуживает внимания, тем более я уже говорила, что в лечении сарком мягких тканей очень много еще вопросов, на которые хочется ответить и получить новые методы лечения, потому что мы на сегодняшний день не имеем очень каких-то высокоэффективных методов лечения для пациентов. Спасибо. Еще вопрос. Да, пожалуйста, Виктор Алексеевич. Сейчас, секунду, Виктор Алексеевич, одну секунду. Мы вещаем… Виктор Алексеевич, у нас идет передача. Когда мы устанавливаем иглы, то обычно это идет под контролем КТ. А не было ли идеи попробовать это производить с помощью УЗИ наведения? Конечно было. Спасибо за этот вопрос. Я скажу даже более того, если быть совсем откровенным, мы нередко, когда мы планируем… Это всегда были очень тяжелые больные. Топография всегда очень сложная. И мы очень часто с Павлом Ивановичем Крыжевицким смотрели их на УЗИ, благо у нас такая возможность на отделении есть, для того, чтобы тоже спланировать там пути введения игл. То есть мы использовали УЗИ в качестве одного из методов получения информации, но непосредственно под УЗИ мы не вводили только по одной единственной причине. Нам просто зрительно удобнее воспринимать информацию при получении КТ-изображений. Поэтому мы делали это под КТ. Хотя есть центры, которые работают только под УЗИ. И вообще это более перспективно с моей точки зрения. Тем более, что ведь аппараты тоже не стоят на месте. Есть уже варианты 3D, которые позволят значительно лучше. И еще один вопрос. Когда устанавливают циклы, не приходила ли вам такая мысль, что вот у нас в частности в институте работает Георгий Георгиевич Прохоров, который довольно активно внедряет, иногда даже сверхактивно внедряет криотерапию. Но, тем не менее, есть иглы, причем тонкие иглы для криотерапии. Можно подумать и о том, чтобы использовать этот метод для проведения и установки большого количества игл. – Безусловно, это перспективно и интересно. Абсолютно логичный вопрос. Мы этого не делали по двум причинам. С одной стороны, те иглы, которые мы вводим, это специальные пластиковые полы иглы, где может ходить источник излучения. То есть, они вот такие. Мы не можем другие ввести. Я не исключаю, что для криотерапии, может быть, иглы должны быть какие-то железные и стальные, чтобы проводить холл. – У нас специальный материал есть. – Нам главное, чтобы они на КТ не деградировали картинку, иначе нам будет сложно и считать, и вводить. И, с другой стороны, если быть совсем откровенным, этот метод достаточно агрессивный, и он сам по себе не молодой, но для использования в таком контексте он молодой. Я таких работ не очень знаю, честно говоря, хотя искал их. – Вот ваша будет первая. – Ну, я бы не сказал первая, но она просто… – А для искала. – Это маленькое ответвение, где мы попытались сделать что-то такое своё. И нам, конечно, было страшно с чем-то комбинировать, потому что даже вот при такой терапии, как я уже сказал, у нас был как минимум один случай серьёзных проблем с репарацией. Если бы мы туда ещё холода добавили, то, думаю, что он бы оптимизма не принёс с собой. – Ещё один вопрос. Скажите, с вашей точки зрения, максимальное количество игры, которые вы считаете возможным подвести при больному средней комплекции, ну, допустим, на опухоль бедра, мягкие ткани. Я говорю сейчас про мягкие ткани бедра, допустим. – Спасибо вам за этот вопрос, искренне совершенно, потому что он очень важный и для как раз наших молодых коллег может быть вдвойне важным, потому что с нашей точки зрения всё, что касается опухоли и внутри опухоли, вот, в частности, вот эта тазовая опухоль огромная, что там творилось внутри, страшно представить. Дозу мы практически не ограничивали, потому что всё, что касается опухоли в её сердцевине, то есть любая смерть там для нас приветствуется. Конечно, ограничивает дозу по периферии опухоли, и она определяется толерантностью прилежащих нормальных тканей. И в этой ситуации на периферии опухоли, там, где прилежат нормальные ткани, в эквиваленте режима в 2 грей мы должны где-то останавливаться на дозе 45-55 грей, особенно если мы ещё думаем о послеоперационной лучевой терапии. Вот так я бы ответил. А то, что внутри, вдали от нормальных тканей, там и 100 может быть грей и выше. Ну, Коля, мы коснулись и дистанционной терапии. Если раньше многие морфологи считали, что подведение дозы, особенно вблизи от костной структуры более 60 грей, обязательно в будущем приведёт к костной мелиту по случевому. А так как мы всё это делаем для того, чтобы больной не только не имел рецидива, но ещё и долго жил, то вот не слишком ли мы увлекаемся в последнее время слишком большими дозами. То есть это 66 грей, где-то уже сейчас слышно и 70, и 72. Но мы уже увлекаемся дозами больше 100 грей, поэтому при стереотаксисе просто мы подводим дозы 100 грей и выше. При стереотаксисе – это другой разговор. Я сейчас коснулся дистанционной лучевой терапии при рецидивах опухолей мягких тканей. Конечно, это справедливая тревога, потому что, ещё раз подчеркну, что здесь толерантность нормальных тканей определяет режим подведения дозы. Определяет. И мы не должны превышать толерантные дозы, потому что в противном случае те цели, которые мы преследуем, они не будут достигнуты. Потому что если мы делаем ампутацию не в связи с тем, что там удаляется опухоль, а в связи с тем, что там возникают серьёзные осложнения со стороны нормальных тканей, от этого ампутации не перестаёт быть ампутация. Это всё равно тот же самый неблагоприятный конечный результат. Поэтому я с вами полностью согласен. Здесь надо очень внимательно относиться к тому, чтобы не превышать толерантные дозы на окружающие нормальные ткани. И ещё последнее, но тут уже как… Это то, что подведенная большая доза, она, чего бы мы ни старались, нередко приводит в будущем, то есть по протяжении достаточно длительного времени к формированию мощных послучевых плоскостных рубцов. А это, в свою очередь, довольно серьёзно отражается на функции конечности. И в конечном счёте тогда полностью или частично пропадает смысл сохранения этой конечности, если со временем у больного появляется ограничение движения в суставах, особенно если речь идёт о стопе, коленном суставе, тоже это забедренном суставе, там, локтевом суставе и так далее. Тоже полностью согласен. И поэтому, когда мы планировали, вот в частности тут распределение дозы, мы всегда знали, что уйдёт, что уберут хирурги, вот всё, что внутри убираемого объёма, там дозы для нас не играли очень большого значения, опять же, если они были не на периферии опухоли, потому что даже если они им и знали, что их будут убирать, но они на периферии опухоли, там, где будет работать хирург или там, где могут возникнуть осложнения со стороны нормальных тканей, мы всё равно были очень аккуратны, чтобы не отсрочить, не привести к отсрочке времени хирургического вмешательства, это тоже очень важно. Но в целом, безусловно, то, что вот убирается и внутри, в середине опухоли, тут мы свободны, у нас руки развязаны, а всё, что касается тех тканей, которые будут оставаться и которые могут вызвать уже в дальнейшем каких-то неблагоприятных эффектов, ещё раз повторяю, ещё раз соглашаюсь, толерантность нормальных тканей должна очень тщательно соблюдаться, и на этом мы делали основной акцент. Мы, когда планировали дозы, мы в первую очередь смотрели именно на это. Спасибо большое. Суды, Кости, в первую очередь.